Продолжается пребывание чудотворной иконы Божией Матери Умиления Локотской в храмах Минской епархии. Сегодня, в четверг, чудотворный образ доступен для поклонения в храме Архангела Михаила в поселке Новый Двор в пятницу 14 июня в Свято-Духовной Церкви поселка Гатова. Уже в субботу в 9 утра молебным пением встретят образ в Никольском храме поселка Привольный под Минском, где она будет пребывать и все предстоящие выходные. Привольный отмечен удобным расположением на перекрестке важнейших транспортных артерий – Олимпийской и Могилевской трассы. Икона Божией Матери Умиления Локотская – единственный в мире двухсторонний мироточивый образ. Впервые икона была прославлена мироточением в поселке Локоть в Брянской области в конце 20 века. Началась его история, когда раба Божия Наталья купила в местном универмаге прошлогодний календарь с изображением иконы Божией Матери Умиления. Верующая спасла образ Пресвятой Богородицы от исквернения. Спустя несколько лет образ, вырезанный из календаря, начал мироточить и благоухать на весь дом прихожанки. А на обратной стороне иконы Пресвятая Богородица явила свой образ, который является зеркальным отражением рукотворного. Через некоторое время для уникального локотского образа была изготовлена двухсторонняя риза. Мироточивая икона Божией Матери прославилась чудотворениями во многих регионах России, Украины и Беларуси. Исцеление от тяжелых заболеваний, а также преодоление бесплодия – наиболее частые свидетельства людей, молившихся Божией Матери у ее чудотворного образа из поселка Локоть. Когда преобразилась с обычной литографией, стала чудотворной, вырезана была и дает такие чудодейственные силы, как многие люди свидетельствуют о том, что онкобольные исцеляются. Женщины, которые хотели иметь детей, прикладывались и даже не свидетельствуют о том, что после этих случаев у них появлялся ребенок своими чудодейственными силами и поступками. Она будет давать человеку то, что каждый человек хочет услышать и хочет увидеть. Ибо по вере вашей воздастся вам, просите и дастся. То, что мы будем просить в меру для Бога, Господь и даст нам, так и Матерь Божия. Непосредственно к иконе можно будет в субботу и воскресенье поклониться с 10 до 19 часов. Если еще будет большой поток паломников, то, конечно, храм будет открыт и позже. Можно будет подъехать и приложиться к иконе.